Неделя спорта Как и участников соревнований данные погодные условия не напугали Они вместе отправились на лыжную базу Павловской академии физической культуры, спорта и туризма Что там происходило, смотри далее Вроде бы сессия уже закончилась, но я все равно бегаю за преподавателями На этот раз меня занесло на лыжную базу Павловской академии физической культуры, спорта и туризма Где преподаватели после дня студента, когда студенты отсыпаются, взяли в руки палки, надели лыжи и отправились покорять дистанцию Ну что ж, посмотрим, кто из них придет к финишу первым Ежегодные декады за здоровый образ жизни 2017 и зимние каникулы в республике Затарстан состоятся в любую погоду Именно под таким лозунгом научно-педагогические работники и сотрудники 10 различных институтов Казани 26 января вышли на старт лыжной гонки Всего принимало участие 48 человек, среди которых 14 женщин Участники стартовали один за одним Мужчинам предстояло пройти дистанцию в 3, а женщинам в 2 километра Гонка прошла достаточно быстро, однако непростая трасса и усталость дали о себе знать на финише Какие впечатления после гонки у вас? Устала Устала, но весела Первый раз участвовали в таких соревнованиях? Да, первый раз Хорошо А вообще, какова была дистанция для вас? Очень тяжелая или нет? Тяжелая Для меня тяжелая, я человек не спортивный А что больше всего было трудно, это длина дистанции или какие-то подъемы-спуски? Подъемы-спуски В личном первенстве среди мужчин лучшим оказался лыжник Павловской Академии Рустам Казрахманов Вторым спортсмен Книту КАИ Марат Галеев А тройку призеров замкнул Ильдизар Саддеддинов КГАСУ В женском личном за счете победила Ания Галимулина КГАСУ А второе и третье место заняли сотрудники Павловской Академии Алья Кудрышова и Регина Кудрышова соответственно Уже на следующий день в Униксе, а также в рамках ДКД состоялся турнир по настольному теннису 12 команд вузов республики боролись за звание называться лучшими в данном виде спорта Подробности далее в сюжете В КСК КФУ Уникс состоялся очередной этап республиканской спартакиады среди профессорско-преподавательского состава 12 команд самых разных институтов Татарстана боролись за победу в соревнованиях по настольному теннису С каждым матчем страсти только накалялись, ведь никто из участников не желал отдавать победу оппоненту Команды состояли из двух мужчин и двух женщин И в случае ничейного результата по сумме четырех партий проходила решающая игра 2 на 2 Где определялся победитель встречи И обошлось без сюрпризов Павловская Академия Величкой Культуры, Спорта и Туризма заняла лишь пятое место А в четверку сильнейших команд вошли к мету КХТИ, КГУ, КГАСУ и КФУ Они разыграли между собой медали соревнований Матч за третье место между Казахским федеральным университетом и КГАСУ Шла напряженная борьба 2-2 по сумме партий И командам пришлось играть дополнительный матч Где удача оказалась на стороне архитектурно-строительного университета В финале турнира КНИТУК КХТИ без особых нервов обыграли своих коллег из энергетического университета И одержали заслуженную победу в турнире Уровень соперников у всех достаточно ровный То есть в полуфинале мы могли проиграть То есть здесь все достаточно на хорошем уровне Все лузы подтянулись Но, как говорится, мячик круглый Кому-то повезло больше Нам повезло, мы заняли первое место Но, тем не менее, команда должна быть командой Мы готовились, старались Всех поздравляем, очень довольны С этой победой Что тут еще скажешь? Продолжаем говорить о декаде за здоровый образ жизни Теперь женский волейбол В этом году на турнир заявились пять сильнейших сборных республики Татарстан Это сборная Казанского государственного архитектурно-строительного университета Павловская академия физической культуры, спорта и туризма Казанский федеральный университет Казанский государственный энергетический университет И кооперативный институт Сильнейшую сборную выявляли на протяжении двух дней И по итогам турнира лучший результат продемонстрировали участницы сборной Павловской академии физической культуры, спорта и туризма Которые в финале смогли обыграть сборную архитектурно-строительного университета Тройку призеров замкнули представительницы Казанского федерального университета Уже третий день идет всемирная зимняя университета в городе Алматы Началась она с 29 января и продлится по 8 февраля На протяжении уже, как я говорил, трех дней Наша сборная вышла в явные лидеры Сейчас предлагаю вам взглянуть на таблицу медалей И как мы видим, сборная России занимает первое место У них 8 золотых медалей, 7 серебряных и 2 бронзовые медали На втором месте идут хозяева турнира, сборная Казахстана У них 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы Тройку призеров замыкает Китай У них также 2 золота, но 1 серебро и 2 бронзовые медали В восьмерку сильнейших также попали сборная Польши, сборная Италии, Франции, Японии и Украины Их результаты вы можете видеть сейчас у себя на экране Спартакиада среди профессорско-преподавательского состава «Здоровье» в КФУ Подходит к своему логическому завершению Но осталось еще несколько видов спорта Сегодня мы говорим о баскетболе В данном сюжете, который мы сейчас вам покажем Давайте посмотрим, какая сборная была самая сплоченная И смогла перебросать своего оппонента Смотрим внимательно 26 и 27 января в КСК КФУ «Умс» проходили соревнования по баскетболу В рамках Спартакиада «Здоровье» Среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников КФУ В заключительной части турнира состоялся своеобразный финал четырех Институт фундаментальной медицины и биологии Аппарат управления Набережная Челнинский институт И Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта В первом полуфинале гости из Челнов уступили кафедре физического воспитания С расчетом 15-27 Во второй полуфинальной встрече счет до последней минуты оставался равным Однако настойчивее оказалась команда аппарата управления Забив пять очков в заключительный отрезок матча Обычно преподаватели спорят лишь со студентами Но игрок Набережная Челнинского института спорил практически со всеми Возможно именно это и помешало его команде в матче за третье место Таким образом институт фундаментальной медицины и биологии Завоевали бронзовые медали В финальном поединке Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта Уверенно переиграла команду аппарата управления Мы не могли не выделить игрока кафедры физического воспитания Веры Шершенова Единственная девушка на площадке была лидером своей команды Она не только на равных боролась с мужчинами, но зачастую и переигрывала их Ну это для нас был такой небольшой праздник Мы получили огромное удовольствие Я думаю, что многие получили впечатление Перед выходными Вообще было все очень супер А какова быть единственной девушкой на площадке? Вы знаете, я уже столько времени играю в мужском коллективе Поэтому в принципе я играла как обычно Всю жизнь тренируюсь с мужской командой В целом участники остались довольны встокбольным турниром Ведь эта игра сплотила преподавательский коллектив Вот когда команда играет, тогда она и побеждает Если играет один игрок, редко такое бывает, что команда выигрывает Долго готовились к этому турниру? Ну, тренировались, да, собирались, старались, хотели выиграть Как оцениваете уровень соперников? Очень хороший Я первый год как бы играю в этом турнире среди преподавателей Ну мне понравилось Все борются, все очень активны Хотят победить Такого нет, каких-то проходных матчей Все хотят выиграть До конца спартакиада остается три дисциплины Давайте сейчас мы взглянем на таблицу команд Кто какая команда где располагается По итогам прошедших видов спорта На первом месте находится Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта Второе место занимают Набережно-Челнинский институт КФУ Третье институт математики и механики имени Лобачевского Четвертое место IT-лицей КФУ Пятое юридический факультет Шестое место занимает Институт управления экономики и финансов Седьмое институт физики И восьмерку лучших закрывает Департамент по молодежной политике И студенческий городок Друзья, я вам напоминаю то, что в нашей группе во Вконтакте Ссылку вы сейчас видите у себя на экране Проходит голосование за лучший гол Кубка университета КФУ 2016 года Остается ровно неделя до выявления победителя В данном голосовании Но так как у нас есть еще время Еще есть целых 7 дней Предлагаю вам вспомнить, какие голы там были И все-таки уже наконец-таки определиться Кому отдать свой голос Смотрим Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, я надеюсь, вы определились, кому отдадите свой голос в данном голосовании Я напоминаю, друзья, то, что остается ровно 7 дней до выявления чемпиона В нашем, можно сказать, зрительском вопросе А когда это закончится, у нас будет новое голосование Будем выявлять уже лучшего спортсмена января И стартанет оно со следующей недели Ну а на этом все, друзья Большое спасибо за внимание Это была программа «Неделя спорта» Я ее ведущий Роман Полинсков Еще увидимся, пока-пока